Приветствуем вас на практическом семинаре. Дистанционные образовательные технологии помогают студентам учиться в удобное для них время. Студенты получают доступ к изданиям как научно-технической библиотеке в ВУЗах, так и электронно-библиотечной системы, университетская библиотека онлайн. Структурированность материала на дистанционных курсах и прозрачность контроля процесса обучения позволяют каждому сформировать свою траекторию прохождения курса. Важная мотивация преподавателей – интерес студентов к их дисциплине. В работе с системой Moodle преподавателям помогают примеры открытых курсов, информация образовательного портала университетской библиотеки онлайн, информация общественной организации профессионалов институционного обучения. С появлением опыта работы в системе Moodle со временем у каждого снижаются затраты на создание курса, но в целом они достаточно велики. Для оценки затрат времени предлагаем калькулятор трудозатрат. Его можно настроить под конкретного пользователя и использовать как преподавателем, создателем курсов, так и руководителем. Для нового курса затраты получаются сравнимыми с трудоемкостью дисциплины, указанной в ее рабочей программе. Затраты времени на доработку курса для будущего использования могут быть значительно меньше. Большую помощь создатели электронных курсов получают от преподавателя практика в области электронного обучения Юлия Николаевича Белоножкина. Хочу показать свои курсы, в которых я старалась учесть методы и технологии сотрудничества и взаимодействия в онлайн обучении, объясняемые для нас Белоножкиным и Юлием Николаевичем. Материалы дистанционных курсов используются. Во-первых, размещенные на сервере вуза файлы различных форматов от PDF для текстов до SWF для мультимедийных видеоуроков. Во-вторых, подготовленные следствиями системы Moodle лекции, тесты, иные ресурсы и элементы. В-третьих, ссылки на разделы пособий в электронной библиотечной системе Университетской библиотеки онлайн. Интересным для изучения учебного материала оказался элемент глоссарий, об использовании которого для деятельностной работы студентов узнала из учебного видео Юлия Николаевича Белоножкина. Для контроля результатов используются задания в виде файлов. Замечено, что проверку файлов лучше проводить совместно со студентами в рамках текущего контроля их успеваемости. После завершения курса было проведено анкетирование 27 студентов. Анкета «Колис» помогает оценить качество интерактивной среды обучения. Результаты анкетирования свидетельствуют о поддержке студентов-преподавателям в онлайн-обучении, об изучении материалов, которые пригодятся в профессиональной практике, о том, что студенты с пониманием относятся к получению знаний. Изучение студентами нового и стационарных курсов не вызывает у них вопросов по структуре материала и средствам контроля его усвоения. Для мониторинга посещения и подробностей работы студентов с материалами курса удобно использовать блок «Статистика». В каждом последующем курсе возникает желание добавлять больше мультимедийных материалов, а также средств интерактивного контроля знаний. Таким образом, в преподавании происходит переход от объяснения материала, помощи и консультирования студентов в процессе изучения дисциплины с применением дистанционных образовательных технологий. Спасибо за внимание.